МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и эта студия на Пушкина 8. Жизнь Гомеля и область в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. Сложно поверить, но ежегодно в Белоруссии поступает около 10 тысяч заявлений о пропавших людях. Цифра достаточно значимая. А как ситуация развивается у нас в Гомельской области? Тема программы «Без вести пропавшая». Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю экспертов программы. Начальник бюро регистрации несчастных случаев УВД Гомельского облсполкома Светлана Борисенко. Светлана Ивановна, здравствуйте. Рад видеть. Здравствуйте. Начальник отдела розыскной работы Управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Гомельского облсполкома Василий Марченко. Василий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Семейный психолог, наш постоянный гость и эксперт программы Евгения Башкинцева. Евгения Семеновна, рад видеть. Здравствуйте. Итак, Василий Васильевич, насколько актуальна тема программы для Белоруссии и Гомельской области? Что говорит статистика? В настоящее время для Белоруссии это на самом деле очень актуальная тема. По статистике, получается, в республике, в Гомельской области пропадает, не пропадает, а поступает заявление около полутора тысяч человек. Часть из них, а это примерно 90% люди находятся, но другая часть остается неразысканной и по настоящее время. Это люди в основном какого возраста и социального статуса? Значит, если брать статистические данные, то 40% – это от 18 до 39 лет. Значит, статус социальный – люди, не имеющие постоянное место работы, выезжающие за пределы Республики Беларусь на заработки. В редком случае это лица престарелого возраста. Из всех категорий 40% – женщины. Как поменялась ситуация за последние лет 10? Ведь сегодня практически у всех есть мобильные телефоны, я уже не говорю про другие гаджеты. Ведь это тоже, наверное, помогает решать самые проблемные вопросы. Ну, с развитием технологий высоких это помогает решать проблему, но проблема все равно остается. В бюро регистрации несчастных случаев поступают обращения со стороны граждан, и именно мобильная связь играет большую роль при сокращении разыскных мероприятий, а также сокращении тех разыскиваемых лиц. При обращении в основном после семейных конфликтов муж либо жена уходит к своим знакомым, родным, также несовершеннолетние дети, которые после ссоры с родителями уходят к своим друзьям, не отвечают на мобильные звонки со стороны своих родных и близких, и после того, как наш сотрудник бюро регистрации несчастных случаев связывается с ними, они понимают ту серьезность положения, насколько переживают их родные и близкие. Мы настоятельно рекомендуем связаться со своими родными и близкими, объяснить обстоятельства местонахождения, где они в данный момент находятся. То есть это уже сокращает то число разыскиваемых лиц по обращениям. Мне подсказывают, у нас есть материал в тему разговора. Буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим. Розыск лиц, которые пропали без вести, является одним из приоритетных направлений работы милиции. На сегодняшний день в Гомельской области зарегистрировано более 50 фактов, по которым проводится проверка. Об эффективности оперативной работы говорят сами цифры. 32 человека уже удалось найти. Среди обработанных заявлений наблюдается следующая тенденция. В месте находятся лица, которые в поисках дополнительного дохода отправляются на заработки за пределы Республики Беларусь. В основном эти люди выезжают на территорию Российской Федерации. Вторая категория пропавших – это люди пенсионного возраста. С приходом лета бабушки и дедушки не позволяют себе пропустить ягодно-гребную пору, которая не всегда завершается положительно. Пример тому – история пенсионера из Речицы. Когда он не вернулся домой на ночь, родственники забили тревогу и с утра обратились в милицию. В таких случаях работает целый комплекс сотрудников, которые заинтересованы в оперативном поиске. Это уже не только сотрудники милиции. К поиску подключаются сотрудники МЧС, внутренние войска и, конечно же, охотники. Ситуация еще чревата тем, что престарелые люди, у них здоровье слабое, и мы их находим порой в состоянии очень тяжелом. И здесь требуется сразу же оперативная медицинская помощь. В число разыскиваемых входят и граждане, которые стали жертвами преступлений. К тому же пропадают люди, злоупотреблявшие спиртными напитками возле мест для купания. Самоуверенность в том, что я могу плавать, играет с ними злую шутку. В это же число входят и рыбаки, которые, опять же, употребив где-то спиртное, садятся на лодку, выплывают на середину реки, переворачиваются. Естественно, что холодное течение их может вынести за ту территорию, где они проводили рыбную ловлю. Тем самым нам немножко усложняют поиск. Налаженная работа по розыску пропавших ведется и в сети интернет. Сотрудники уголовного розыска обращаются в пресс-центр УВД с просьбой разместить так называемую ориентировку о пропавшем без вести во всемирной сети. Затем сотрудниками обрабатываются полученные фото, видеоматериалы, и вся информация размещается на сайте Управления внутренних дел. В свою очередь, журналисты и администраторы соцгрупп, отслеживающие новостную ленту, распространяют информацию на страницах наиболее популярных социальных сетей. Сегодня такой процесс поиска становится намного эффективнее. Мы имеем факты, когда с помощью сети интернет нам удавалось установить личность людей, удавалось установить, где они находятся. Кроме того, даже люди некоторые в комментариях писали координаты, где его можно найти, как с ним связаться. В целях розыска пропавших без вести все средства хороши, ведь на счету каждая минута. Проверить достоверность информации об исчезновении лица, просить граждан, располагающих сведениями о пропавшем, собрать полные данные о разыскиваемом лице его внешности, особых приметах, одежде, образе жизни. Перечень разыскных работ предполагает целый налаженный комплекс. Таких невыдуманных историй много, и сколько бы ни поступало заявление об исчезновениях, сотрудники Управления внутренних дел готовы принять каждый тревожный звонок. В эфире Гомель, это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Василий Васильевич, в большинстве случаев причины пропажи людей одни и те же, и, как ни странно для многих, о криминале речи не идет. О криминале речи не идет, но процентов 70 наших граждан, выезжающих за пределы Республики Беларусь, к примеру, в Российскую Федерацию, не находят себя в качестве работников, там начинают употреблять спиртные напитки, их выгоняют с объекта, на которых они уехали, и не возвращаются по тем или иным причинам впоследствии. То есть становятся или жертвами преступления, начинают браждяжничать, вот, в итоге теряют связь с родственниками. В обязательном порядке на сегодняшний день мы проводим поисковые мероприятия граждан, которые заблудились в лесу, вот, которые выехали на рыбалке, и где-то там произошел несчастный случай, и лодка перевернулась, возможно, они стали жертвой несчастного случая. Все самые интересные истории начинаются с фразы «Я этот лес сто лет знаю». Наверняка есть несколько, как минимум, несколько показательных примеров. Как ни странно, это факт, что граждане, которые знают лес, чаще всего начинают блуждать по этому лесу, вот, но для них у нас есть специальные рекомендации, как нужно себя вести в лесу, чтобы не стать жертвой леса, скажем так. Для, как пример, можно привести граждан, которые, уходя в лес, и своим родственникам говоря, что «я вот ушла в лес», в итоге уходила от того маршрута, куда она первоначально нацеливалась пройти, поискать свои грибы, и оказывалась совсем в другом районе, даже Гомельской области. В этом случае на отличие мобильного телефона тоже в плюс. В обязательном порядке и рекомендация для таких граждан, чтобы перед походом в лес они полностью заряжали свой телефон, брали с собой и воду, и одевались бы в яркие костюмы, которые бы не сливались бы с лесным фоном. Евгения Семеновна, а вот еще тема для разговора. Психологи часто сталкиваются с фразами такого плана. «Как надоел этот суетной мир? Брошу все и пойду жить в лес». Ну, наверное, эту публику следует разделить на определенные категории. И одна из категорий – это сейчас очень модная, такая стильная, дауншифтеры. Люди, которые достигли определенного успеха в жизни, они якобы достигли этого потолка и больше не к чему стремиться. И вот пойду я в лес, и в преодолении силами природы я себя подниму еще выше над собой и буду уважать себя еще больше. И всему миру докажу, что я еще лучше, чем на самом деле. Да, что я замечательен. Но они очень тесно смыкаются со второй категорией. Это категория людей, которые бегут от собственных проблем. То есть город с его отношениями, с его ритмом, с его обязанностями и ответственностями стал для него непереносим. И вот я уйду в лес, а там я себе создам новый социум, новое гнездо наедине с самим собой. Но, как правило, и первые, и вторые уносят весь груз проблем с собой. Тем более, что даже при наличии самого комфортного гнезда в том же лесу проблемы не уходят. Проблемы не уходят, потому что они не гнездо-то организуют. Они организуют бункер. Бункер, который бы отгородил его от возможности решать какие-то проблемы. Поэтому непроизвольно, бессознательно такой человек будет организовывать свое гнездо не очень комфортно, чтобы из него все-таки был исход назад в цивилизованный мир. А вообще, с медицинской точки зрения, уходы из дома – это ведь еще и сигналы о возможных отклонениях в психике? Да, безусловно, целый ряд диагнозов, и тут любой психиатр подтвердит мои слова, целый ряд психиатрических диагнозов имеет в своем составе такой симптом, как уход из дома или бродяжничество. И здесь может быть и амнезический уход, то есть когда человек забыл, кто он и куда он пошел, и откуда он вышел. Как, например, в случаях глубоких стариков со старческими деменциями, то есть с маразмом, бытовым словом, так и более молодой категории больных людей, которые просто не могут находиться на одном месте, и это для них приносит психические и физические страдания. Но это уже дело психиатров, и, как правило, семья, где есть такой больной человек, немножечко бывает готова к тому, что он может уйти. Случаи достаточно редкие все же встречаются, особенно сегодня, что толкает людей на жизнь отшельникам. Здесь много будет разных причин. Человек, может, не нашел себя в этом мире, недоволен своей работой, недоволен своим социальным статусом, недоволен отношениями с близкими людьми, не понят ими. И вот тогда он говорит, мне одному легче. Это тоже детский протест, это, как правило, позиция инфантила. То есть это все тот же Северный полюс с полярными медведями. Это ничего нового человек не изобретает. И поиск того самого бункера, в который я спрячусь от самого себя прежде всего. Это, как правило, показатель неуверенности в себе, показатель дезадаптированности личности к тем отношениям, в которых он может жить в социуме. Или это просто желание досадить кому-то из близких для того, чтобы они нашли его, поняли единым махом и выполнили, например, какой-то ряд его условий. Значительная часть всех обращений о без вести пропавших связана еще и с трудовой миграцией. Это ведь около 70% из всех случаев, не так ли? Конечно. Граждане выезжают на временные заработки в Российскую Федерацию. Почему говорю в Российскую Федерацию? Потому что... Это основной рынок. Основной рынок, да, куда. Я не беру Польшу, где выезжают редко, там студенты выезжают, еще кто-то. Но в Российскую Федерацию, выезжают в Российскую Федерацию, находят там непостоянные источники доходов, я имею в виду, заработков. В итоге получается, что люди начинают употреблять спиртные напитки, их выгоняют с этих объектов, значит, и они становятся бездомными. Это вообще отдельная схема, продуманная мошенниками, не так ли? Ну, часть... Мы не изучаем эту схему мошенничества в Российской Федерации, потому что это совсем другое государство. И что же наблюдаете за случаями, в которых оказываются гомельчане? Да, и так получается, что некоторые гомельчане оказываются именно в этой схеме, вовлечены в эту схему. Ведь первоначально им обещают заработки, иногда дают аванс, проверяют граждан, могут ли, предупреждают их, что они... Если в случае того, если вы будете употреблять спиртные напитки, мы вас просто-напросто выгоним. К этому времени подходит момент, когда им нужно платить заработную плату за определенный объем работы. В итоге дают им аванс, опять же, денежный, выдают заработную плату. Наши граждане, поддавая соблазну, начинают употреблять. Их выгоняют, естественно, эти деньги им не платят. И в результате они остаются без ничего и даже без средств, чтобы доехать домой. Кто-то все-таки отправляется на родину, а кто-то остается в той же России для того, чтобы заработать, а может быть, уже и там и остаться? Некоторые граждане опускаются, находясь в Российской Федерации, в той же Москве, Московской области, становятся лицами без определенного места жительства. Неделю назад приехал из Москвы, где был в служебной командировке, и видел таких граждан, которые опустились, но правительство России в настоящее время организовало социальную программу поддержки таких граждан, куда граждане всех бывших союзных республик могут обратиться, как и за медпомощью, могут обратиться за помощью в плане переночевать где-то, за помощью покушать что-то, их в определенное время подкармливают. То есть многие-то, я так понимаю, особо и не планируют возвращаться на родину, и это тоже проблема? Конечно, проблема. Они не хотят общаться, некоторые граждане, как уже было сказано ранее, со своими родственниками. И мы, получается, делаем их видимыми там, в той Российской Федерации, видим их проблемы, но они с этими проблемами никак не борются. В интернете наткнулся на интересный тезис в тему разговора. Больше всего мужчин пропадает без вести в день зарплаты. Эта тема ведь тоже актуальна? Ну, эта тема актуальна, скажем, не только для Российской Федерации, но эта тема актуальна и для Республики Беларусь. Естественно, мужчины начинают употреблять спиртные напитки в день зарплаты. Некоторые из них хотят встретиться со своими друзьями, но могут некоторые перебрать. И получается, что жены, не находя своего любимого или своего мужа дома, в положенное время, которое бы он обращал, обращаются в милицию. Обращаясь в милицию по телефону 102, а не доставлялся ли мой муж в милицию, не попадал ли он в вытрезвитель, эти факты регистрируются, эти люди уже становятся практически без вести пропавшими. Хотя они на следующие сутки уже находятся, сами приходят домой. Двигаемся дальше. Случаи, которые редко кого могут оставить равнодушным, это случаи о пропаже детей. Что говорит статистика? Ну, процентов 30 детей, которые уходили у нас от родителей, уходили из приемных семей, уходили из специализированных приемников, всегда практически у нас находились. Значит, вот как я говорил, из полутора тысяч примерно обращений по без вести пропавшим, примерно 200 обращений, это было по пропаже несовершеннолетних. Но на сегодняшний день у нас за 2015 год у нас все дети, которые терялись, они были все обнаружены. Евгения Семеновна, дети чаще всего убегают из семьи неблагополучной, где бьют, либо пьют, либо это заблуждение? Это заблуждение. Дети уходят из разных семей. Дети уходят и из пьющих и бьющих семей, дети уходят из внешне благополучных семей. И один из таких острых моментов для каждой семьи – это моменты супружеских конфликтов, или даже развода, или предразводной ситуации. И вот здесь ребенок, оказываясь в такой атмосфере изолированности, потому что взрослые решают свои проблемы, а иногда это просто взрослые, которые решают свои карьерные проблемы. И для того, чтобы привлечь к себе внимание, ребенок уйдет даже из очень внешне благополучной семьи, где, в принципе, его любят и не хотят его терять. И он не хочет их терять. Но он пойдет только для того, чтобы встряхнуть, всколыхнуть эту атмосферу семьи и показать, что он тоже имеет право на внимание. То есть причина многих проблем – это все-таки наша невнимательность ни к себе, ни к самым близким. Да, конечно. И я бы даже здесь снова вернулась к мужчинам в день зарплаты, потому что очень часто они уходят не потому, что они напились и забыли, где они живут, а просто потому, что скользить вниз всегда легко. Это и по отношению к тем же людям, которые уехали в Россию на работу и там превратились в бомжи. Потому что там никто не грузит, там никто не требует ответственности. Тем более, что там покормят, тут одежду предоставят. Там все очень просто и легко. И человек вот в это вот скользкое, такое комфортное состояние погружается, ему же выходить наружу не хочется. И вот когда дети, подростки уходят из семьи, всегда родителям нужно помнить, что они могут вот точно так же легко соскользнуть вниз. И кто-то предложит наркотик, кто-то предложит алкоголь, кто-то предложит еще, не дай бог, какие-нибудь там ненужные отношения этому ребенку. И там тоже будет все легко. И туда они погружаются, и там ничего нет. Это не вопрос о том, что ты получил в школе, не вопрос о том, почему не вымыта посуда и шерсть откатай собаки на ковре. Никто не задает этих вопросов. И дети могут оказаться там в той мнимой, иллюзорной ситуации комфорта, из которой выход уже может быть найден очень-очень нескоро. То есть и гиперопека, и излишние рамки, это тоже плохо. Очень важно не перегнуть палку. По понятным причинам люди в основном пропадают внезапно, неожиданно для всех. Как отрабатывается версия с долей криминала? Какие действия предпринимаются? Управлением уголовного розыска на особом контроле держат такие факты по безвестному исчезновению с криминальным характером. Всем известен факт криминального исчезновения таксистов в Гомельской области, в городе Гомеле. Но в настоящий момент преступник задержан, и дело расследуется, будет направлено в суд. Но по малейшим таким случаям всегда на место происшествия специально выделяются дополнительные силы из числа сотрудников управления уголовного розыска, в помощь сотрудникам отдела внутренних дел. Подключается максимальное количество сотрудников как органов внутренних дел, подключаются, задействуются службы МЧС, задействуются войска в плане прочесывания местности, если это на самом деле произошло, криминальный какой-то характер имеет. Поэтому такие факты никогда не остаются без внимания, и по ним постоянно ведется работа. Пропал человек. Допустим, это еще связано с шантажом семьи, с вымоганием денег, плюс запрет на обращение в милицию. Как быть здесь? Ну, слава богу, в Гомельской области у нас таких фактов не было. Но в данном случае, если поступают такие предъявления по поводу вымогательства денег у граждан, в любом случае нужно обращаться в милицию. Если вы боитесь, что сотрудники милиции, дежурная часть, кто-то что-то разгласит какую-то вашу информацию, попросите дежурного сотрудника связаться с сотрудником уголовного розыска. Вот от него такая конкретно информация не должна, по крайней мере, уйти. А вот и еще одна сторона медали, когда люди пропажи, живы, здоровы, достаточно успешны. Они просто решили поменять свою жизнь полностью, поменять жизнь, в которой нет места родным и близким. Это страшные вещи. На самом деле это циничные люди, которые отрезали близких людей как ненужный кусок ткани или как старую бумажку. Эти связи очень драгоценны, безмерно драгоценны. Поэтому чего может стоить его новая карьера или новая его славная жизнь, если где-то там, в родном городе, плачет мама или дергается муж, или остались в страшном неведении дети. Ведь люди, которых оставили, они страдают безмерно, потому что в их стрессовой ситуации есть эмоция, которую невозможно ничем унять. Это эмоция, ощущение безвестности. Они не могут даже как о покойном говорить об этом человеке. И они ждут его 24 часа в сутки. Допустим, человека нашли в той же России. Перед тем, как сообщить родным и близким, что вот он найден, он находится в России, передать контакты. А сотрудники УВД и спецслужбы все-таки уточняют, а хочет ли человек общаться? Все правильно. Это и в российском законодательстве такое прописано, и в нашем законодательстве. То есть не всегда человек, которого нашли, желает сообщать об этом своим родственникам. Тут вопросы, помимо того, что написала, к примеру, мать заявление, и она переживает, за него волнуется. Существует множество других проблем, от которых он скрылся. К примеру, тот же, почему обратился, вернее. К примеру, там уже может судить вопросы приватизации в настоящий момент. Когда люди не обращались в течение 20 лет, он не нужен им был. А сейчас вопрос возник приватизации. Они пишут заявление на дитя моего дядю, который, извините меня, в 80-70-х годах уехал в Крым или еще уехал в Российскую Федерацию, а он уже является на сегодняшний день гражданином Российской Федерации и пропал. А суд им порекомендовал, обратитесь к сотрудникам милиции, обратитесь в органы внутренних дел, чтобы получить справку, чтобы прописать просто человек или выписать его из этого адреса. Допустим, человек пропал, а не хочет общаться с семьей. Семье, что бы посоветовали? Насильно ведь мил не будешь? Стоит ли обращаться к специалистам? Да, конечно, иногда людям нужно просто научиться жить без эмоциональной привычки, которую они имели, чувствуя что-то по отношению к этому человеку. Даже, простите, ненависть. Иногда нужно пережить. Но вообще, люди, мы люди. Или мы же не можем быть буквой закона, да? Мы же все-таки живые. И человек, уходя из семьи, разрывая связи, должен иметь в себе мужество сказать, простите, я больше не люблю вас никого, я не хочу больше с вами общаться. А это ведь самое сложное, проще закрыть двери по-английски. Это самое сложное, не хлопнуть дверью, а закрыть ее по-человечески. Но не все хлопают. Есть случаи, когда люди просто в тапочках уходят выносить мусор и пропадают. Ведь так? К нам обращалась женщина, ей более 80 лет. Искала сына, с которым она совместно проживала. Сын ушел, как потом оказалось, к знакомой. И находился в течение 10 дней у знакомой, а мать об этом не уведомил. Мы ежедневно держали на контроле, учитывая возраст и состояние здоровья этой женщины. И в конце, конечно, сын вернулся домой самостоятельно, но она очень была благодарна той работе. Мы сработали в качестве психолога, мои сотрудники. Они ее поддерживали морально в том плане, что она не проходит по учетам нашего подразделения, нашей службы. Так как мы черпаем информацию с лечебных учреждений, моргов и специализированных учреждений милиции. То есть для нее была новость, и она спокойно себя чувствовала, что сын не проходит по этим учреждениям. Светлана Ивановна, а что говорит статистика? Ведь в проблемных, сложных, стрессовых ситуациях, особенно к таким стоит отнести, конечно же, пропажу родного человека, люди готовы обратиться к кому угодно, в том числе к экстрасенсам, гадалкам. Что говорит официальная информация? Есть ли случаи, когда их советы, советы экстрасенсов, гадалок и так далее, помогали действительно следствию? У нас в Гомельской области таких случаев не было. И при обращении граждан такого не звучало, что вот мы обрастились к экстрасенсам, гадалкам, и нам предоставлена информация, либо очень негативная, либо наоборот, при обращении этого не звучало. То есть фактов таких не имеется. Когда советы и гадалок помогали следствию, нет сегодня? Нет, таких случаев не было. А ведь как, Евгения Семеновна, правда, людям хочется обратиться всего лишь к одному человеку, который скажет, сверните налево, поверните направо, постучитесь и откройте именно эту дверь? Да, как в старом фильме «Любовь и голуби», подойти к арте, тюкнуть в одну точку и сказать, что он здесь. Да, это здорово, потому что люди всегда верят в чудо, они как дети в это верят, но на самом деле, если человек ушел из семьи, нужна очень большая работа со всей семьей. Даже пример, вот у нас был случай эмоций, когда захлёстывают, конечно, мамы, родители. К нам обратилась мама, ушел ребенок поиграть на улице, и, соответственно, может быть, даже совет тем же родителям, чтобы они в обязательном порядке оставляли у себя контактные телефоны, куда ребенок, кому он ушел, адрес. Друг, как минимум, круг общения, да, с кем ребенок общается, чтобы находились контактные телефоны. Ребенок ушел с полной батареей, заполненной в мобильного телефона. Мама не переживала, но прошло какой-то период времени. Ребенку 12 лет. Ребенок уже к определенному времени должен был вернуться. Мы, конечно, беседовали с мамой. В процессе беседы мы задавали и наводили наводящую информацию у нее, спрашивали, чтобы в дальнейшем проводить разыскные мероприятия. Она не ложила трубку. Мы даже элементарно ей посоветовали, может, вы выйдете и посмотрите на улице, во дворе изначально. Она даже во двор не выходила и не смотрела, находится ее ребенок во дворе, играет или нет. Может, ребенок заигрался. Но когда она вышла из квартиры и стала закрывать квартиру, она услышала голос ребенка. Ребенок просто-напросто застрял в лифте. Итак, пропал человек. Куда обращаться, в какие службы, как действовать правильно? Именно с такими вопросами на днях на улице областного центра вышли наши корреспонденты. Внимание на экран. Сейчас все обращаются в сультсети. В милицию, опять-таки. Ну, конечно, нужно искать и все меры предпринимать. В первую очередь, я думаю, обратиться в милицию. Но они уже подскажут, куда дальше. Попробуют дозвониться до этого человека. В социальных сетях можно разместить объявления о поиске, о пропаже. Люди будут делать репост. Просьба такая разойдется быстро по миру. Сориентироваться по времени и созвониться с другими близкими родственниками. Имеют ли они какую-то информацию на этот счет или нет? Если информации никакой нет, то тут тоже, мне кажется, нужно учитывать возраст и так далее. Могут быть разного рода психические расстройства. То есть человеку может быть плохо. И с учетом вот этих обстоятельств, не рисовать там сразу какие-то картины, обращаться в милицию с заявлением. Три дня слышала. Ну, я бы, например, обратилась сразу. Если бы в течение, ну, хотя бы, ну, даже не суток, меньше, полусуток прошло, я бы обратилась, потому что, как бы, я волновалась за своего близкого человека. На месте не усидишь, если что-то случается. Если бы приходится, как бы, звонить из-за, интересоваться в больнице, в морге, в милицию. Постоянно, постоянно быть в стрессе по-другому не получается. Здесь вот была моя знакомая. Схватили на этой остановке ее. Это ну, благо, что в милиции работал брат. Быстренько их нашли, с ними разобрались. Ну, надо самим бдительнее быть. Особенно с детьми не пускать. Особенно родители молодые. Они же вообще бросают на произвол судьбы этих детей. Надо смотреть за детьми. У нас, у меня внучка в пятом классе, музыкалка. Мы водим ее, мы ее не бросаем. Стоит подождать, конечно. Мало ли, может, он не потерялся. Ну, как сказать, может, отдыхает где-то или еще что-нибудь. И все обдумать. Первонаперво, где он может быть. Правильно? После того, как уже исчерпаешь все возможности, всех знакомых, ну, друзей, там, все абсолютно. Тогда только уже надо обращаться в органы, конечно. Ну, и медлить тоже, как бы, особо не стоит. То есть, очень надо быстро это делать. Мало ли чего. У меня тоже в жизни такое иногда бывало. Поэтому самое главное – не паниковать и думать о хорошем. В эфире Гомеле, это студия на Пушкина 8, и мы продолжаем. Уважаемые гости, ваши короткие комментарии. Главное – думать о хорошем. И ведь это действительно. Конечно. В любом случае, вот, посмотревший этот сюжет, можно сказать одно, что люди неправильно понимают некоторые вопросы. Если человек пропал, необходимо сразу обращаться в милицию, чтобы уберечь его даже от тех ситуаций, которые он может что-то даже с собой сделать. Это вот моя рекомендация. Ну, и, конечно, то, о чем и вы говорили, и люди на улице, нужно следить за своими детьми, особенно если это речь идет о 5-6-10-летних детках. И, учитывая, конечно, эмоциональное состояние, должны понимать при обращении в органы внутренних дел, либо в бюро регистрации несчастных случаев, по максимуму должны предоставлять информацию о своих близких и родных. От этого зависит также поиск, результат поиска разыскиваемых лиц. Должны указывать описание внешних данных, полное, где, на чем может уехать. Может быть, и на личном транспортном средстве, куда, в каком направлении может уехать. Каким родным, либо знакомым в пределах области, за пределы области в Республике Беларусь. Может быть, даже за пределы Республики Беларусь. Евгения Семеновна, как вам мнение гомельчан? Мнение гомельчан очень разное, но знаете, что я не услышала в этих комментариях? Я не услышала, наверное, ту беду, которая часто встречается. Иногда люди стесняются сказать, что близкий пропал. Как будто бы его пропажа – это минус им, как людям. Особенно если тот, который пропал, употреблял, и об этом многие знают. Или она подозревает жена его в изменах. А что скажут люди? Да, мужья, кстати, очень часто не ищут жену сходу, потому что мало ли что, что обо мне подумают, рога, не рога. Родители, как ни странно, почему-то ждут оценок за родительство от людей, которые будут искать этого ребенка. Я считаю, что вот эта проблема тоже существует, и это огромная ошибка человеческая. Хорошо. А что это за миф, который, честно говоря, мне не совсем понятен? Пропал человек, ждем три дня, и только после этого обращаемся в милицию. Ну, на сегодняшний день таких сроков нет. Как только пропал, и вы почувствуете, что родной человек, нужно выражать какое-то беспокойство, сразу же нужно обращаться в органы внутренних дел. Чем раньше, тем лучше. Но было и то время, когда действительно были правила, три дня выжидаем, после обращаемся. Это было ранее, но это было настолько давно, что про это уже говорить не нужно. Это были те времена, когда на самом деле людям давалось время вернуться просто. И не было тех ситуаций, которые на сегодняшний день происходят. Такого количества случаев. Да, такого количества обращений по без вести пропавшим гражданам. Поэтому сейчас, как только появилась информация, что человек пропал внезапно, сразу же необходимо обращаться. Не надо ждать этих три дня, десять суток, еще чего-то. Я хочу дополнить еще, что касаемо пожилых людей. Некоторые очень хорошо, что обращаются те же соседи по поводу пожилых людей, либо социальные работники не ждут несколько дней, а в течение дня обращаются. Человеку может быть плохо, он закрыт квартире, и ему нужна помощь. Чем быстрее они обратятся и будут задействованы все службы, тем быстрее может быть оказана медицинская помощь пожилому человеку. И, к сожалению, уже когда вскрывают квартиру, то находят труп в квартире. Бюро регистрации несчастных случаев. Как давно на Гомельщине работает эта служба? По решению Гомельского обесполкома было в структуре Управления внутренних дел 31 декабря 2003 года была образована служба Бюро регистрации несчастных случаев. Служба функционирует круглосуточно, принимаются обращения со стороны граждан и организаций. И основная задача – это установление в минимально короткие сроки лиц по учетам Управления здравоохранения, Управления судебных экспертиз, также патологоанатомических отделений и специализированных учреждений. Это специзолятор, изолятор временного содержания, СИЗО и также в отделах внутренних дел, когда лица задержаны. Был более понятен алгоритм вашей работы, поступает звонок, специалисты бюро связываются со всеми возможными службами, где по объективным причинам мог бы оказаться человек. Поступает обращение, к каждому обращению у нас индивидуальный подход. Мы изучаем приметы поведения того же гражданина. Если человек злоупотребляет, конечно же, мы изначально ищем по специализированным учреждениям милиции. Есть ли проблемы со здоровьем, либо на транспортном средстве, конечно, мы обращаемся и в органы внутренних дел, где может быть дорожно-транспортное происшествие, в станцию скорой медицинской помощи. Мы очень хорошо сотрудничаем и к нам поступает даже в автоматизированную базу данных информация, где, из какого места доставлялись лица, которые уже не могут о себе предоставить информацию. Это неустановленные больные. Мы по описанию неустановленных больных, неустановленных в трупах, также согласно описанию, по обращениям мы сверяем информацию и находим граждан. Не все знают сегодня номер телефона Бюро регистрации несчастных случаев. Давайте озвучим его. В контактный телефон Бюро регистрации несчастных случаев 703-700 бюро принимает обращение круглосуточно. В любое время можно обратиться и зарегистрировать обращение. И одновременно можно также обратиться с заявлением по территориальности в органы внутренних дел. То есть по номеру 102. Можно и даже нужно. Нужно. Нужно по 102. То же самое. Оператор соединит вас и со службой Бюро регистрации несчастных случаев. И сам же оператор просто-напросто примет это сообщение или перенаправит тот или иной орган внутренних дел по территориальности. Какие временные рамки для статуса без вести пропавшей существуют? Другими словами, сколько будут искать пропавшего человека? На сегодняшний день таких временных рамок не существует. С момента поступления заявления мы будем искать человека до тех пор, пока мы его не найдем. Каким был прошлый 2015 год? Каков процент найденных и возвращенных? Значит, из тех же полутора тысяч, если брать количество обращенных граждан... Добро пожаловать, что полторы тысячи обращений у пропавших регистрируется в среднем в год. В год, да. В Гомельской области. То не установленных осталось 44 человека, но нашли за прошлые годы 38. То есть 6 человек. Получилась разбежка у нас с прошлыми годами и еще с нынешними годами. Большая часть возвращается в основном в первые 10 дней? Большая часть, да. Это вообще львиная доля их возвращается. Порядка 70% всех возвращается буквально в 10 дней, в течение 10 дней. Пусть это количество возвращенных будет все больше и больше. Уважаемые гости, мы сегодня подняли очень важную и нужную тему. Надеюсь, многих предостерегли где-то, многим подсказали, как действовать дальше. Время коротких итогов. У каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в сегодняшнем разговоре с Ланой Ивановной. Худшее для родных и близких – это ожидание. Поэтому я бы порекомендовала, чтобы всегда держали на связи своих родных и близких, уведомляли о своем местонахождении. И также, если узнали, то оперативно, чтобы предоставляли информацию во все службы, органы внутренних дел и наше бюро регистрации несчастных случаев. Василий Васильевич. Граждан, попрошу не стесняться, обращаться в органы внутренних дел. Чем раньше мы будем знать, что человек пропал или выехал за пределы Республики Беларусь с целью получения там временного заработка, чем больше информации вы нам предоставите, тем быстрее мы можем помочь вам найти этого гражданина. Евгения Семеновна. Не отпускайте своих близких. Если все-таки жизнь предоставляет такие возможности, контролируйте их. В этом нет ничего постыдного. Но если все же ваш родной, близкий, дорогой человек потерялся, ищите его со всей теплотой своего сердца. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи.